Как доверять подросткам? Как быть, когда ребенок ничего не рассказывает? Что делать с этим? И как понять, что им нужна помощь? Исходите из того, что ему, подростку, всегда нужна помощь. Вот просто исходите из этого. Потому что подростковый период, особенно сейчас, наши же дети, это удивительно, конечно, время, они, с одной стороны, очень рано взрослеют, а с другой стороны, очень поздно взрослеют. Значит, я сейчас объясню этот парадокс. Рано, потому что они очень рано получают доступ ко всякой разной взрослой информации. Это не обязательно секс и так далее, но вообще просто постановка жизненных вопросов, они узнают, могут узнать про самоубийство, про кучу всяких разных вещей взрослых, про разводы, измены и так далее. То есть это не обязательно секс. Это очень много такой информации, которую взрослые-то люди с трудом переваривают. А дети наши получают доступ к этой информации очень рано. И это их в этом смысле взрослит. А с другой стороны, что такое взрослость? Взрослость – это ответственность. И, значит, ребенка в прежних обществах очень рано начинали делать ответственным. Сначала за свою попу, а потом за все остальное. И вот эта ответственность, которая раньше очень рано от детей требовалась, делала их более взрослыми. То есть у них мозги могли быть еще недостаточно оформившиеся и недостаточно информированные, но уже они были ответственными. И вот получается, что они с точки зрения информационного поля взрослеют рано, а с точки зрения ответственности, социальной ответственности, понимаете, поздно. Потому что сейчас детям позволяется все, что угодно, как угодно. Если бы я представил себе, что я в магазине бы в детском мире устроил истерику. В советском детском магазине устроил бы истерику. На меня бы смотрело вся, всошлось бы все, смотрело бы вот так, в полном недоумении. И говорили, сдайте этого ребенка в интернат для умственно отсталых. Вот бы что мне сказали, понимаете. Я бы ободрился. А сейчас детям позволяется все, что угодно. Поэтому, к сожалению, это огромная проблема. Вторая вещь чрезвычайно важная. Значит, мы так сейчас все построили в нашем обществе и в наших социальных взаимодействиях друг с другом, что у нас все меньше и меньше авторитетов и уважения к авторитетам. Значит, что это значит? Значит, это значит, что ваш ребенок начнет искать авторитеты, а это неизбежно, за пределами семьи, за пределами тех социальных групп, в которых вы их официально держите, школа, кружки, спортивные секции и так далее. Он начнет искать этих авторитетов в интернете, понятное дело. Там он увидит кучу всяких разных блогеров, детских блогеров вообще зарабатывают на детях. И потом эти бьюти-блогеры детские и так далее и прочее. И это, конечно, чрезвычайно большая проблема, потому что ребенок слушается только тех людей, которые для него авторитетны. И из-за того, что у нас авторитет родителей, учителей, воспитателей, то есть вот всех важных людей на самом деле в жизни ребенка, он не формируется и возникают эти... Вот я помню, я на хореографию где-то сходил, ненавидел это все. Меня отдали в хореографию. Это детская же программа у нас сегодня. Меня отдали в хореографию, потому что в хореографию не брали девочек. Ну, то есть брали, но очень много хотело родителей отдать девочек в хореографию. И, значит, соответственно, был очень большой конкурс. И чтобы мою сестру, которая была на 6 лет младше меня, взяли потом в хореографию, я должен был быть в этой хореографии, чтобы ребенку через 6 лет не отказали попасть в хореографию, чтобы вы понимали. Вот. Слушайте, ну, уважение, которое я испытывал к нашему хореографу, понимаете, в Доме пионеров, ну, если сейчас просто посмотреть, ну, как бы, просто воспитатель детей, мы танцевали гопак, я прошу прощения. Это не какая-то была хореография, и у него не было мировой этих должностей, там, и так далее. Но авторитет был невероятный. И, понимаете, вот сейчас мы должны все сделать для того, чтобы у детей, у наших, и тогда подростковый возраст пройдет проще, если мы сможем добиться того, что авторитетное будет восприятие важных людей, институционально важных людей. Это второе состав. Третье. Значит, если вы уже упустили время, а если у вас подросток, то вы в значительной степени время упустили, вообще супер важное время для того, чтобы структурировать мозг ребенка, это до десяти лет. А супер важное время для того, чтобы научить ребенка социальной социальности здоровой, это с десяти до пубертата. То есть у некоторых совсем коротко, так сказать, очень коротенькое это окошко. Вот. Значит, если вот это все упущено, значит, мы играем на площадке с теми правилами, которые, ну вот, сейчас есть. Вот. И если сейчас ситуация такова, что вы для своего ребенка не являетесь авторитетом, значит, вы должны становиться его другом. Лаврюйте. Это другое. То есть он должен, ну, то есть, если он ощущает вас как авторитет, вы что-то говорите, и он это воспринимает, может, ему не очень нравится, там, или еще что-то, но он понимает, что, ну, как бы, если мама или папа это сказали, ну, да, я могу, конечно, что-то быть недовольным, но, как бы, вот таково положение вещей. Вот. Но если этого авторитета нет, то в подростковом возрасте, когда увеличивается, в принципе, конфликтность, да, зачем вообще создан подростковый возраст, чтобы вы понимали, он природой создан, потому что, как только фертильность, как бы, сказать, способность к половому, так сказать, поведению появляется, они должны быть исторгнуты из семьи. Поэтому пубертатка наступает, ну, в нормальном, биологически организованном этом, вот, это конструкция, при которой тебя тесняют на периферию, вот. И ты, и молодняк, как бы, пытается покачать права, получает по балде, отползает на периферию, и, вот, как бы, сказать, чтобы все кровосмешение и прочее все не происходило. Это, в этом был глубокий такой смысл. А у нас сейчас с детства увеличилось, да, вот. В 14 лет, но есть же, причем, эти общества, в которых до сих пор детей выдают замуж, женят, там, в 12 лет, 13 лет, 14 лет. Это, понимаете, это такой эволюционный смысл был раньше. И сейчас, ну, сейчас не выгонишь-то ребенку в 12 лет, он-то уже, как бы, начал басить свой гонца, там, еще что-то, вот. Тут что-то стал появляться, ну, в 12 лет, иди ты, вот, нельзя. То есть это конфликтный, обязательно, в любом случае, конфликтная история. И, или вы перед этим правильно все делали, сформировали авторитет, и этот конфликт будет смикширован, вот, наличием этого авторитета, или, если вы тот бой проиграли, потому что не, как бы, не обучились своевременно нужным технологиям воспитания детей, вот, вы должны становиться другом, вот, другом, принимающим, поддерживающим, способным разделить трудные минуты, интересы, вкусы, вот, мировоззрение. Вы не можете быть друзьями с человеком, у которого принципиально разное мировоззрение. Можете? Нет? Я думаю, вряд ли. А мировоззрение ребенка, вы можете, ты думаешь, как, что он несет, да? А нет, надо. Надо вникнуть, что он несет, понимаете? Подумать, что так тоже можно на самом деле думать, да? Да, у вас есть какие-то дополнительные опции, которые вы там можете деликатно, так сказать, проращивать в этом мировоззрении своего ребенка, но сначала его придется принять, сначала нужно будет его уважать. Вы можете дружить с человеком? Или вот, вот, вас человек не уважает, а вы называете его другом. Может такое быть? Ну, я сомневаюсь. Ну, вот, поэтому надо начать уважать, хотя это, как бы, может казаться странно. Но это вы платите за то, что в свое время, когда надо было, так сказать, учитывать процесс формирования мозга и делать правильные ходы, так сказать, воспитательные, вот тогда проморгали. Ну, сейчас такая, как бы, ходим другими, белыми ходи белыми, вот, это вот, это так и делать. Но подросткам тяжело, всегда было тяжело с подростками, а это сейчас вообще кошмар. Я вообще, я так горжусь вами, вы не можете представить, вот, что вы детей рожаете еще, что вы беспокоитесь про них, смотрите это, рассказываете мои, пытаетесь, как бы, сказать, лучше сделать детям. Я горжусь вами, вот, потому что, конечно, большинство родителей сейчас оторви и брось. А вы молодцы.